Инициативное бюджетирование – так называется программа, утвержденная губернатором. Почему инициативное? Потому что жители сами предлагают и голосуют за объект, где нужно выполнить работы, в которых назрела необходимость. Так в этом году было в школах Литвинова и Огуднева. Сюда приехал депутат Мособлдума Николай Черкасов. Он интересовался, насколько эффективно удалось освоить финансовые средства, отпущенные из его депутатского фонда. Они составили 90% необходимого финансирования, остальные были взяты из муниципального бюджета, а также из средств спонсоров и жителей. И пусть последние составили не более 1%, но их привлечение было принципиальным решением. Впервые мы это делаем, пытаясь выполнить одну из главных задач, поставленных перед нами – это формирование чувства собственника, то есть чтобы у людей появилось чувство сопричастности к тому, что они получают. В школе номер 28 в Огуднево отремонтированы классы и вестибюль перед ними. В школе номер 29 в Литвинова проведен текущий ремонт холла. Раздевалки для спортзала заканчиваются обустройство лестничного пролета. Все работы близятся к завершению. Здесь полностью счищалась штукатурка со стен рекреации коридоров первого этажа. Ставились металлические основания для крепления гипсокартона. И, как вы видите, стеклообоями покрыты. И уже на стеклообои наносилась соответствующая краска. Плюс замена, видите, дверей, замена окон. По программе инициативного бюджетирования проводится текущий ремонт и в детском саду номер 50 «Ручеёк» в селе Петровском. Здесь сейчас идёт ремонт коридора и лестничного марша. Пока ремонтные работы идут, идут в плане ремонтных работ. У нас прошли торги. Мы обязательно пригласим Николая Ивановича на открытие нашего коридора. Пригласим родителей, чтобы у них было возможно сказать огромное спасибо за это. Это финансирование носит, что называется, адресный характер. Оно касается непосредственно каждой спальни, скажем, в дошкольном образовательном учреждении, каждой туалетной комнаты, каждого класса, любого средства оргтехники. Всё это имеет целенаправленный адресный характер. И, как правило, используются эти денежные средства именно с высоким коэффициентом полезного действия. Депутат Черкасов отметил, что программа инициативного бюджетирования зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Уже сейчас, с началом декабря, в нашем округе, как и по всей Московской области, проводятся конкурсные процедуры сбора сведений на следующий 2021 год о новых проектах, нуждающихся в финансировании. По ним также будет проходить голосование жителей. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.